Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами в беседке. Давно мы здесь не были, с целого лета. По-моему, последний раз я летом снимала, или, может, ранней-ранней весной из беседки свои, свои влоги. Ну, а сегодня начнем здесь. Мы пришли в дом. На улице прекрасная погода, по-моему, градусов минус 6, минус 7. Падает небольшой снежок. Красота! Видите, да, здесь вот снег кругом, лед налип, поэтому немножечко, наверное, будет темно. Ну, как есть. Трясется. Стол начинаю шевелить, трясется. Итак, я тут пришла сегодня в дом с пакетиком. Там мои процессы. Ой, что-то глаз у меня. А, кстати, начала покупать семена. Горох Никитка. Да, у меня сынули зовут Никитка. Вот. Поэтому горох такой купила. Уже начинаю набирать семена на Новый год. Скоро уже. Уже январь. Значит, уже солнышко греет. Это в моем понимании, что декабрь пережили, все в январе уже лучше. И, кстати, да, в пятницу сидела на работе, в окно выглянуло. Такое яркое-яркое солнце светит. Уже яркое. Уже не как в ноябре там или в декабре такое непонятно какое. А вот классное летний солнце. Вот, кстати, принесла. Хочу показать вам, чем я занимаюсь. Кстати, я связала шаль. Шаль связала еще на новогодний подарок, хотя и уже после Нового года. Но на новогодний подарок. У Кати есть репетитор по химии. И я ей подарила... Ну, не я, а дочка моя сегодня, кстати, пошла дарить этот подарок. Я его утром съездила... Ой, съездила. Сходили мы с Сашей на свою фотозону в лес. Вот. И там сфотографировали эту шаль. В общем, выгулили ее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну, у меня сейчас работы в доме нет пока. Там у меня все хорошо. Делать ничего не надо, поэтому я пришла уже снимать видео и болтать с вами, и немножечко вязать. Итак. А, ну, говорили про репетитора, да? Кстати, насчет дочки. Дети у меня уехали, взрослые. Никита с Авелиной. С собакой Кики они уехали. Все, в Перми уже. У них началась рабочая и учебная жизнь. На работу, на учебу уже пошли. Снег падает, так здорово, да? Вам видно, надеюсь. Вот. А Катюшка у меня ездила в Екатеринбург. Она ездила. Уже некоторые из вас знают, кто-то не знает, но сейчас расскажу эту историю. Горжусь своей дочкой неимоверно. Она у меня умничка. В общем, с сентября, с октября дети из нашей школы, первая школа города Белорецка, они начали готовиться, подали заявку в УРФУ. УРФУ – это Уральский федеральный университет, самый крупный в России по численности. Он считается международным университетом. Вот. Сказала, нет, находится в Екатеринбурге. И этот университет каждый год проводит тест-драйв. Это такой конкурс, в котором участвуют все дети 10-11 классов всей России и зарубежья. Ну, ближнего зарубежья, да, Музахстан, там такие вот республики, близлежащие к нам. Ну, в принципе, наверное, кто хочет, я так думаю, участвует в нем. Вот. И не помню, девочки, в сентябре или в октябре они подали заявку на участие, хотели участвовать. Значит, там нужно было набрать команду из 4-5 человек, из 3-5 человек, и учитель, их педагог, классный руководитель или еще кто-нибудь из школы должен эту подзаявку был подать. То есть не сами ученики, а все-таки школа. Ну, наша школа это сделала. У нас от города было много школ, участвующих в этом конкурсе. Чему я? Я вот, честно говоря, несказанно рада за город, потому что от некоторых городов вообще по одной школе было. А у нас практически каждая школа приняла участие. Мало кто не принял. В чем заключался первый этап? В первом этапе они писали олимпиаду дома на компьютере. То есть им присылали индивидуальные занятия, задания. Я сказала же, что группу надо было создать. И каждый по своей направленности. Кто-то там по физике, кто-то по химии, кто-то по информатике, кто-то по экономике. И разные дети были, разные были направления. Катя у меня выбрала, естественно, естественные науки. Естественные, естественные, да? Такое масло-масляное. То есть химия-физика у нее были. Она выбрала этот, это направление. И писала олимпиаду. В общем, мы прошли первый тур отборочный, вот этот олимпиадный. Наша команда пошла во второй тур. Но второй тур для меня был самый отвратительный и самый непонятный. И вообще я такие вещи не люблю. Во втором туре надо было голосовать смс-ками по номеру телефона. Ну, то есть никаких умственных знаний сюда не прикладывалось. Просто тупо у кого больше родственников, знакомых, друзей, товарищей и прочее, тот и побеждал. Ну, мы победили. У нас от города вот в этом голосовании, смс-голосовании, отобралось две команды из нашей школы и из 14-й школы. Да, 14-я школа, гимназия. Две наших школы поехали на очный тур в Екатеринбург. Он был два дня, это было... Так, вру. Седьмого они уехали, десятого они приехали домой. То есть три дня. Конечно, Урфу шикарно, шикарно провел этот тест-драйв вообще. Я в восторге. Я, конечно, постоянно смотрела фотографии. Они выкладывали... Екатеринбург выкладывала их ВКонтакте и по хэштегу искала. Ну, в общем, в интернете я постоянно следила, где, что наши дети. Очень много фотографий с дочерью там нашла, скачала их. Вставлю сейчас сюда. Дальше они проходили в институте лекции, спортивный праздник был. В общем, знакомство с институтом. Ну, у меня дочь до этого мечтала туда поступить. Ну, а после этого тест-драйва всё, у неё голова уже... Мне бы в Урфу поступить. Конечно, баллы нужны большие. Баллов надо 240-250 как минимум набрать. В общем, ну, чтобы уже поступить на бюджет. Будем стараться, как получится. Ну, так вот. Я всё отхожу в сторону, в сторону. Я такая, простите, если нудно объясняю. И всё. В общем, там они были на лекциях, туда-сюда. И вот 9 января у них был тест. Они писали тест. Там уже в Екатеринбурге, сидя за партами, там за ними следили. Я смотрю, тоже по фотографиям смотрела. То есть были... Ничем пользоваться нельзя было, просто своими знаниями. И в номинации естественной науки моя дочь заняла первое место. Умничка! Золото! То есть это, получается, моя звёздочка на весь Белорецк, на всю Башкирию. Она одна из Башкирии и одна из Белорецка заняла вообще какое-либо место. Не говоря уже о первом, да? То есть там было 5 наук разных. И вот... Я вам сейчас тоже фотографию вставлю из журнала. Она привезла журнал, тоже уже выпустили они. Екатеринбург. У них свой журнал, как я поняла, идёт. И уже выпустили. Вот я вам сейчас покажу всех победителей этого конкурса. Так что вот такая умничка у меня дочка. Такие у нас новости. Я вам похвалилась. Но это гордость. Это гордость за моего ребёнка. Я, конечно, знала, что у неё мозги. Мозги хорошие. Но она сама себе доказала, что она может. Она не верила в свои способности. Вот ей, пожалуйста. Надо всегда верить. В общем, это я вам рассказала свою жизнь на сегодняшний момент. Чем мы живём, чем дышим. Итак, всё. Это рассказала. Теперь начнём с моей коробочки. Ну что, новогодние праздники отгремели. Подарки отгремели. Впереди 23 февраля, 8 марта. Надо готовиться заранее, чтобы было что подарить. Та-дэн. У меня пряжа из запасов. Девочки, я помню, что я её покупала в Леонардо. Это помню. Кофточку из неё вязала. Здесь не знаю ни названия, ничего. Я ещё знаю, что российская фабрика. Какая нитка, не помню. Кофточку вязала, помню. А нитку из неё не помню. Ну и, короче, начала вязать носки, как всегда. Заколебала вас своими носками. Снежок. Вот такие носочки я сейчас. Задняя часть обычная. А передняя вот такая вот. Такими замочками вяжется. Ну, это узенькая. Она, конечно, растянется по ножке. Потом я вам покажу, как они будут смотреться. Ну, пока вот так вот вяжу. Надо извязывать остаточки и дарить будет, что дарить подарки. Я уже заведомо знаю, кому и что вяжу. Не просто так на количество. Ой, пришёл человек, у меня есть что подарить. Нет. Я каждому вяжу осознанно. Думаю об этом человеке. Так, ну, это подставочка моя. Я уже сразу всё буду показывать. Та-дам! Помните, да? Эту книгу прислала мне Ирина. Её канал «Вязание с душой». В общем, Ирин, ещё раз огромное спасибо. Я за неё взялась. Взялась. Читаю я её по чуть-чуть. Девочки, я не знаю, сейчас можно показывать или нельзя, да, полностью листать. То есть здесь есть рассказ, можно сказать, об истории, да, пухового вязания. Вот. Её Ольга Фёдорова написала. Сейчас я хочу показать её портрет. Кстати, вот она, вот эта женщина Ольга Фёдорова. Она, к сожалению, умерла. Я так поняла, что книга издала... Она полностью делала эту книгу, но она не увидела её, наверное. Она умерла раньше, потому что в этой книге и написано, что она уже умерла. Так жалко. Девочки, сколько здесь любви к Оренбургской шале, вы даже не представляете. Я её читаю, я вам говорила, по две-три странички и закрываю. Я боюсь её прочесть. Я не хочу её прочесть всё. Вот и да. У меня сейчас закончится батарея. Наверное, не получится нам ещё снимать. Придётся мне заряжать. Ну, пока вот я вам расскажу. Вот. Здесь много-много всего. Много-много. Конечно, узоры, видите, да. Все-все эти. И снежинки, и грохотинки, и горох, и соты. В общем, всё-всё-всё-всё, да. Вот. Эта книга. К чему я её принесла? А к тому, что я начала. Оренбургский пуховый платок. Как я поняла, платком можно назвать. И, короче, Оренбургский платок это такой... Как это? Это общее название. То есть это может быть и палантин, и шаль, и шарф, и косынка треугольная, всё что угодно. Но в технике оренбургского вязания тогда это называется Оренбургский пуховый платок. Но у меня не совсем Оренбургский, да. Вот если бы я его вязала вот из этой нити, вот из этой нити, а я буду, я засматриваюсь, но я пока боюсь к ней прикасаться. Для меня эта ценность ценнейшая. Ирина, огромное тебе спасибо. Это тоже мне прислала в подарок Ирина. Сейчас все шали я вяжу только из её ниточек мне присланных. Это для меня прям золото-золото. Видите, эта нитка сделана прям даже в Оренбурге. То есть эта ниточка, я так понимаю, что она полностью в оренбургской технике. Вот если я из неё бы вязала, тогда бы это был оренбургский пуховый платок. А так как я вяжу даже не из козьего пуха, а из мериноса, тоже присланного мне Ириной, я его перемотала вот в такие вот моточки. Вяжу я всегда с центра ниточка у меня идёт, крайняя у меня всегда здесь. Вообще на этой ниточке была наклейка, что это супермикс, меринос плюс альпака. Но мне почему-то кажется, Ирина, не могло быть ошибочки. Мне кажется, она с шёлком. Мне кажется, это меринос плюс шёлк, потому что нитка скользкая. Нитка такая... Мне кажется, здесь есть, короче, либо вискоза, либо шёлк. Что-то из этого. Такое вот скользкое, да, но пуховое. Однозначно здесь есть меринос. Наверное, не альпака, а меринос. Но что-то ещё вот шёлковое. И вот из этой ниточки, тоже мне, я как уже сказала, Ирина меня снабдила на год вперёд шалями, я вяжу оренбургский пуховый платок. Ну, я вяжу палантин. Палантин по одной из схем. Вот такая вот штука получается. Видите, внизу кайма. Но это всё не растянутое. По краям кайма. Такая же, как и внизу идёт. Потом... Как же это называется? Решётка, по-моему, да? Вот эта вот решётка идёт. И потом уже сам платок. У меня будет длинный, да? Я ещё не мерила в сантиметрах, сколько это. Я дошла до 60 какого-то ряда. У меня есть, конечно, здесь счётчик рядов в коробочке. Ну, вот так вот растяну здесь впереди. Уже учу я элементы, как называются, какие. Вот такой будет палантинчик. Скорее всего, не себе. Пока я тоже вяжу... Я учу все элементы оренбургского. Вот в этом платке будут все элементы. Ну, или почти все, да? Из этой книги. Вот из этой книги. То есть, вот здесь схемы, да? Как мы знаем, разные находятся. Вот я вяжу по одной из этих схем. Полностью, пока своё ничего не вкладывая. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта схема, да? Так, у меня схема вот эта. Вот этот платок я вяжу. Вот он. Вот вы видите, да? Как он выглядит. Здесь такое цветное. Всё. Но уже по цвету понятно, какой это элемент. И вяжутся они все по-разному. Ну, в общем, есть книга и есть как разобраться. Я разобралась. Для меня это... Вот прям берегу вот эту штуку. Я понимаю, что я её сгибаю уже не так, как она была. Уже вот начинают вот здесь рваться уголочки. Ну, я стараюсь очень бережно относиться. Ну, как получается. Если что, потом склею. Я, видите, уже её и так свернула, чтобы не постоянно разворачивать до конца. Вот вяжу вот этой вот закладочкой. Закладываю рядочек и провязываю. Вот так вот. Сейчас я вам покажу ещё один, пока раз у меня она открыта. Так. Вот схема ещё одна есть. Этот я тоже палантинчик, скорее всего, буду вязать. Я хочу попробовать. Несколько. Вот такая схема. Я, кстати, долго думала, какую схему мне начать вязать. У меня несколько схем было в голове. Ну, какие я хотела бы. Здесь, по-моему, четыре. По-моему, четыре здесь палантинчика есть. Уже вот они, видите, они уже готовые. Всё, просто бери и вяжи по ним. Вот. И вот он. Вот та схема. Вот. В таком виде сейчас. Вот так вот вяжу такой палантинчик. А из этой пряжи буду вязать шаль. Большую шаль. Ниток у меня хватит. Ниток мне Ирина прислала много. Большое спасибо, Ирина. Я думаю, что на шаль мне хватит. С лихвой. В общем, наверное, скоро начну. Руки чешутся. Кстати, вязать по этой схеме нужно постоянно сосредоточенно. То есть, это не так, как носочки. Бросил на полпути, побежал там, картошечку помешал в супе, да? Нет. Здесь надо уже сел, часочек посидел. То есть, не оторвёшься. Для меня ещё трудновато это дело. Наверное, потом, раз вязали наши бабушки, раз вязали дети, там чуть ли не с пяти лет, то и для нас это будет легко, но потом, пока для меня сложно. Ну и всё. А, кстати, покажу, как я держу счётчик рядов. Такая коробочка из-под подарка золотого. Вот туда я его засовываю. Почему? Потому что, когда я его... И так, видите, кнопочка нажалась. 61-й ряд я связала. Сказала 60 какой-то, помню. Когда я его просто так ложила, иногда вот эта кнопка нажималась сама по себе, и я ошибалась, сбивалась в рядах. Поэтому я сделала такую коробочку. Я его сворачиваю аккуратненько. Ну вот, села камера. Перебралась я в дом. Я сейчас в зале сижу. Вот так у нас пусто. Пока. Ну вот, перебралась я в дом. Села зарядка. Я сижу в доме, но сейчас пойду помогать Саше чистить. Снег вдвоём веселее. От меня не столько пользы, сколько веселье. А пришла в дом. Хочу показать вам, как я... Вот мой старенький, страшненький, грязненький чемоданчик. В нём я храню семена. Вот такая штучка. И вот так хранятся мои семена. Сегодня я их, наверное, переберу, если будет время. Так что повязать мне здесь не удастся. А может и удастся. Сейчас мы почистим снег. Всё, я пошла чистить снег. Телефон пусть стоит на зарядке. На полпути меня там сбило. Ну ладно. Ну вот. В принципе, это все новости. Наверное, я больше включаться не буду. Вот так. Что я связала, я вам показала. Кстати, я никак не могу снять ещё один шарфик, который я подарила на Новый год, новогоднюю ночь. Забыла совсем. Я вам рассказывала уже в прошлом видео, да. Я до этого забыла его сфотографировать, отфотографировать и уже подарила. И сейчас не могу никак забрать. То есть они живут рядом с нами, подруга моя, да. Но не получается. Есть кое-какие форс-мажоры. Но я заберу его, отфотографирую и снова отдам. Так что попозже маленько. Ну вот. Все я вам показала. Чем занимаюсь, рассказала. Сегодня воскресенье, завтра на работу. Ну все. Всем пока-пока. Пошла я снег чистить. Субтитры сделал DimaTorzok